МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вашой вазе информационный выпуск телерадио компании Гомель. У студии працуя Наталья Игнатенко. Витаю вас, глядите у гэтым выпуском. У Гомеля с черговым визитом находится делегация из итальянской пармы. Одна из ключевых встреч пройшла у Гарвы-Канкаме. У Громадско-культурным центры пройшел доброчинный концерт у рамках республиканского марафона «Усе фарбы життя для тебе». Собранные сродки накеруют налячение трехгадового славы Жаковского. Выниковая выстава международного пленера, присвеченного святому праведному Ианну Кармянскому, открылась у Палаца Румянцевых и Паскевича. И больше подробно об этом не только. Белорусский металлургический завод все лета повеличил экспорт продукции в сравнении с аналогичным периодом минулого года амально 143%. До замежных пожилцов было отгружено около 580 тысяч металлопродукций на сумму в 283 миллионы долларов. Сегодня, прикладно 60% реализуется прозгандлевую сетку, которая наличивает 15 суместных предприемств и дистрибьюторов, размещенных на разных континентах. Галуныя краины-импортеры – Россия, Голландия, Германия, Польша и Литва. Простовники мясовых органов Улады завтра проведут промыя телефонные линии. На пытань Нижихару регион откажет намесник старшини Гомельского Абл-Выконкама Владимир Александрович Прывалов. Нумер телефона 75 12 37. Гомельчан выслухает кераунник справ Гомельского Абл-Выконкама Алексей Анатольевич Васюченко. Звертаться в артопанумары 71 07 62. Час работы промыслений с 9 до 12 годин. Больше активно супрацовничать у культурной сферы, а так само наладить обмен вопытом у медицине. У Гомелли с черговым визитом находится делегация с итальянской Пармы. Одна с ключевых сустреч пройшла у Гарвыконками. Парма – город по братим Гомеля. Шмат годов итальянская доброчинная ассоциация супрацовничает с нашим регионом по разных позициях. А до здравления детей и гуманитарной допомоги до реализации медицинских проектов. А кроме агульных уражений у ацелетней поездки, подчас сустречы прагучала шмат слушных назиранняв. Наприклад, что тычутся медицинской сферы. Так многих психично хворых людей можно интегровать у громадства, а так само допомогать информацийно их семьям. Гэтой работой у Парме займаются громадские организации у межах розных социальных программ. Такую ж патрымку отрымливают хворые с гиншими патологиями, а так само пожилые люди. Как не быть голословными, выказывается пропанова обмену вопытам у гэтым накерунку с гомельскими коллегами. И коли гэта тольки яшчэ планы, то у стады реализации зараз находятся не менш сурьёзные проекты. Работы медицинской тематики уже не первый год и очень много направлений, связанных с этим, особенно в последнее время. Основная работа была связана с организацией стажировок. Эту работу мы также продолжаем. А также ряд специальных медицинских программ. Новый проект, проект достаточно важный, на наш взгляд, связан именно с женским здоровьем. Это проект международный, который называется ПАП-тест. Сегодня началась реализация межведомостной программы «Разумные каникулы. Гомельское лето-2017». В ее рамках будет организована работа 1070 оздоровленчих лагеров на базе установ аддукации, у которых смогут с корыстью провести час амаль 34 тысячи навученцев. Первый день отпочинку в сюжете Олега Синсюрова. Сколько детей, которых планы заздоровить у Гомеля, вяду мая докладная 9142 школьники. Это малинапаут тысячи больше, чем было летать. Причем организаторы обещают сделать этот отпочинок интересным, запоминальным и насыщенным. Наверное, на урочи столинейцы на годы открытия лагеря в 52-й гомельской школе присутствуют не все. Часка наученцев в этот час принимает дел у одним из городских мероприемцев. В уголе селита работы школьных лагеров будет организована утря измены. Кожная крыху больше, чем по три дня. Час работы с 8 до 16 годин. Обовязковое, двухразовое бесплатное харчевание и насыщенное разными справами день. В той же 52-й школе плановится провести шерох акций с червоным крыжем и дежа автоинспекцией. С упроцовниками ДАИ, например, до конца первой измены будет реализованный проект по створению зоны безопасности, где потом будут учить беспечным поводинам школьникам молодших классов. Один из внутренних двориков нашей школы превратим в площадку по изучению правил дорожного движения для учащихся начальной школы. Будем расписывать элементами городского интерьера в 3D-графике. У нас ГАИ советского района подарила нам светофор, который установлен, который будет подключен. В этом году школьные лагеря в Гомеле будут прозвать по 14 на керунках от военно-патриотичного и туристично-креизнавчего до состояния педагогичного. А прочатого в шерох мероприемцах примеркуясь до появных знаменальных дат в 52-й школе, например, Международный день Олимпийского руху, который сегодня пропадает на 3-й червяне, отзначили мастер-классом по вольной бразьбе, который провел мастер спорта Советского Союза Владимир Макаренко. Сярод запланованного так само удел образной акции «Подорым детям радость» со сбором литературы, развивающих гульню и коляровых оловку для детей-сирот и детей-инвалидов. Организаторы переконанных, как наученцам было текаво в школе летом, необходимо не просто пропоновать им нечто корыстное, а ей створить умовы для самореализации золиком в опыту, отриманного на протягу научального года. Мы с ребятами собираемся в неучебное время. Мы просто проводим сладкие столы, мы организовываем различные мероприятия, рисуем, творим, делаем концерты и так далее. Я считаю, что отдых в школе он все-таки есть. Олег Сентяров, Юрген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». У «Гомель» завершился Международный молодежный форум волонтеров. Его яскравым финальным аккордом стал доброчинный концерт республиканского марафона «Усе фарбы життя для тебя». Головная мета – допомога малышам, яким и потребуется дорогое лечение. На этот раз волонтеры БРСМ при поддержке артиста у белорусской эстрады збирали сродки в поддержку трехгодового гомельчанина Славы Жаковского. По угоду тому врачи дегнастировали у хлопчика тяжкое онкологическое захворвание, которое потребует великих финансовых выдатков. Вероника Ворошилина с подробностями. У Гомельским областным громадско-культурным центром люди збираются задолго до концерта. И они приходят сюда, как поддержать трехгодового Слава Жаковского и его батьков, как материально, так и добрым словом и щирым пожаданием на специальном плакате. Доброчинный республиканский марафон «Усе фарбы життя для тебя» проходит по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи, начи с 2009 года. Традиционный он збирает как волонтеров, так и у всех необъяковых в оказании допомоги детям, яким життёв необходно дорогое леченье. За годы своего проведения доброчинная акция допомогла уже десяткам хлопчиков и девчонок по всей краине. И она закликана объедновать как много больше людей вокруг великой бяды одного маленького человека. Делать добрые дела – это очень важно. И эти дела сегодня объединяют. Объединяют всех неравнодушных людей. Поверьте, сегодня в мире очень много таких людей. И нам бы очень хотелось, чтобы всем детям, которым нужна помощь, чтобы она была оказана с нашей помощью. Вот в этом основная задача, основная миссия. По годы тому, у трехгадового гамильчанина Славы Жаковского медики диагностовали тяжкое онкологичное захворывание. У хлопчика злоякосная пухлина за брушинные просторы. У даджиный момент, и он пройшел три блоки химиотерапии, и знаходятся у баровлянах. Зараз детяте потребуется дорогое лечение за межами нашей краины, якую одиночку батькам оплатить не по силах. Необходимо лечение, которое требует действительно больших денег. То есть первый этап – это в Москве, примерно сумма – это около 20 тысяч долларов. И следующий этап – это за границей. Это уже действительно большая сумма, это около 200 тысяч евро. Поэтому мы вот обращаемся ко всем, кто чем может, если помочь, потому что деньги действительно большие, так просто, естественно, у нас их нету. Как допомогти сями Жаковских, у их непростой житевой ситуации отгукнулись и такие белорусские артисты, як ансамбль «Песняры». Цирк имя Абеля, студия театра и танца «Ливень», спявак, Виталь Сычоу и многие иншие. Усе сродки от проведения концерта будут перелечены над брошинный рахунок маленького Славы Жаковского. Даречи пополнить его может и любый жадающий, у любой час. Реквизиты вы заразбачите на своих экранах. Самое главное то, что увидев люди на этом концерте, в социальных сетях, по телевидению, ведь этот зал вмещает только тысячу человек, а наша задача, как можно больше человек привлечь к этой проблеме. Объединив усилия, мы сможем добиться результата, который помог в прошлом году Кире Куриленко выздороветь. Вероника Ворошилина, Ёлгин Макеенко, телерадиокампания «Гомель». У Палацы Румянцевых и Паскевича открылась выниковая выстава международного пленера. Мастаки с четырех краин проставили свои живописные работы «Арт Райн». Восьмый международный пленер был присвечен святому праведному Иоанну Кармянскому и проходил у местах его служения. Выникам творчого форума, который протягивал все семь дены, объединял 13 живописцев из Беларуси, России, Украины и Литвы, стали 26 работ у основных пейзажей. Организаторами пленера выступили Гомельская епархия, Беларуский союз Мастаков и Гомельский палацово-парковый ансамбль. Гэты, а так само иншые новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд» с новинами спорта вас познайомить мой коллега Михаил Садовский. Субтитры создавал DimaTorzok